всем добрый вечер я рада вас всех видеть сегодняшнем прямом эфире о наташа уже здесь я сразу подключу и и мы только подключились добрый вечер рады всех видеть сегодня у нас совместный эфир с натальей наталья себе немножечко расскажет потому что я все ее регалии перечислить наверное не успею но на самом деле а знаете какой мы давно планировали этот эфир но все как-то это то я не совпаду с лондонским наташином времени вообще путешественница человек мира как мне кажется вот наташа вы могли уже видеть у меня в эфирах таша не скрывает что когда-то она была моей пациенткой поэтому я знакома жизни в стиле катя все эти знают этаж увидела комментарии в марафоне столетия что течение даже не течение такое сектанство получится мы почему бы и нет вот что люди которые придерживаются образа жизни по кати янг называются катеряне а течение называется катерянство мне очень понравилось так это инопланетному так что добро пожаловать катеряне нашу планету планету здоровья планету хорошего настроения на самом деле фирс наташа мы изначально планировали на такую тему знаете сейчас из каждого утюга тема коронавируса вот из каждого и волей-неволей как это очень и очень заразно вот ты как какого бы дзена ты какой бы дзен ты не взрастил все равно ты волей-неволей краем уха не краем уха вот как вот определенные антенны ловит сигнал мы все равно а волей-неволей вовлечены в тему вот этой тревожности которая может вырасти в определенные страхи вот а страхи я уже как эндокринолог буду рассуждать это адаптивная реакция на страх это рост кортизола гормона стресса в принципе его функция здравая здравая потому что его функция предназначена чтобы мы выжили в этих условиях вот его функция добыть энергию вот из того или иного субстрата но проблема в том что вот это информационный загруз становится перегрузом и многие не появляются и мне хотелось с точки зрения не только эндокринологической уже по эндокринологии наверное все уши прожужжало как важно немедикаментозно корректировать стресс как важно выходить из стресса что это гораздо более важно более важно чем количество стресса вот выходить из стресса восстанавливаться я понимаю что надоело про коронавирус но дело в том что здесь другая крайность может быть когда надоело про коронавирус мы становимся беспечными и как будто проблема то остается то есть тема коронавирус она действительно но к сожалению серьезно мы в определенных обстоятельствах сейчас и объединены общей цели с этой эпидемии справиться здесь не устану повторять банальные правила самоизоляции метеору бла-бла-бла но это надо помножить на определенное спокойствие на навык выхода из стресса для этого сегодняшний этот эфир правильно наташа понимать научиться справляться с этой тревожности со страхами и если какие-то эндокринные моменты трицептические по питания я даю на страницах блога на ютюбе марафоне столетия мы будем это разбирать очень и очень подробно и уделять не марафон то в целом для того чтобы вы немножечко отвлеклись на это очень хорошая история фокус внимания сместили на себя и на свои ощущения вот и немножечко помогли напитаться вот этим здоровьем и с формированием здоровых привычек чтобы справляться с этим стрессом вот поэтому наташ я хочу передать тебе сегодня слово я буду может быть задавать какие-то вопросы это даже немножечко подготовилась первый вопрос связь между психическим здоровьем и физическим но у меня просьба через призму своего опыта я думаю что это будет интереснее потому что разговоры разговорами как бы и знаешь никто знаешь правда очень приятно что мы вместе в эфире потому что я вообще по жизни же реабилитолог да и для меня очень важно работать вместе с врачами с другими специалистами то есть я понимаю насколько это огромная сила когда ты вместе проблемы одного клиента решаешь сообща и мне как бы сейчас искренне приятно знать что мы можем с одну как бы на одну проблему поспеть с разных сторон вот кто меня не знает работа она максимально эффективная и я формирование вот этого сообщества врачей это вот моя высокая цель создать сообщество врачей которые каждый занимается своим телом и потенцирует свои назначения помощью узких специалистов это очень круто потому что ну невозможно в рамках того обучения которое дается в российской федерации стать и швецом и жнецом и на дуде и грецом так хорошо я давай представлюсь для тех кто меня не знает меня зовут наталья жукова я психотерапевт магистр психологических наук я занимаюсь вообще я сейчас выбрала довольно узкую сферу вообще тема зависимостей эмоциональной зависимости химических зависимостей тут если говорить про нашу сегодняшнюю тему то мы можем объединить тему страхов потому что созависимые люди любят поторчать на страхе себя раскрутить мы про это обсудим и если говорить про зависимости те же пищевые зависимости кать например да то есть сразу еще говорю что нужно проверить своего эндокринолога потому что могут люди ходить годами к психотерапевту говорить про пищевые расстройства у них банально проблемы со здоровьем да они все ходят переживают по поводу своих перееданий и поэтому я говорю сначала проверяетесь у врача там эндокринолога потом ко мне только потому что ну вот это взаимосвязь без нее никак вот так извините на секундочку перебью тут говорят что ты очень красивый поэтому я хочу отключить на ненадолго комментарии чтобы любоваться вот потом мы обязательно с вами в комментариях пообщаемся но просто некрасиво когда лента комментарии по лицу я комментарии отключаю давай на время да ой слушай класс по поводу вообще не очень ну как бы тема коронавируса я тоже не поднимаю в своем блоге почему потому что я считаю что как эксперт кем мы с тобой являемся мы не скажем не можем поддерживать этот хайп да мы должны у нас есть ответственность да у нас есть этика и мы должны заниматься профессиональным делом это что поддерживать такой период человека подсказывать со своей специализации ты со своей как мы можем справиться с этой историей поэтому я тоже как-то очень правда радуюсь когда и люди есть которые на этом не делают какой-то хайп а просто включаются и помогают наоборот в этот период как раз таки видно экспертов потому что есть люди они как бы же показывают себя период кризиса все по-разному да и это опять же мне очень нравится эта история вот по поводу взаимосвязи между физическим здоровьем и психологическим состоянием вот скажу по себе потому что важно я думаю поделиться опытом своим лично я раньше не понимала то есть я занималась двенадцать лет занимаясь психологии да то есть я не очень понималась тему здоровья то есть я думала ну как бы мне вот сейчас мне 30 лет там да и обратилась я впервые с этой истории может года два три назад только то есть 27 лет мне примерно пришла идея о том что возможно можно поменять это свое состояние эмоциональное то есть я утром просыпалась не было ощущение что по мне проехал трактор но у меня была почему такая мысль я думаю я оправдывалась и как я много работаю много учусь это как бы ну я себе же объясняю правильно вот потом я знаю как человек образованный начал что прочитать интересоваться и вижу что как бы люди рассказывают умное что можно жить по-другому можно по-другому себя ощущать там да и я скажу про себя когда я начала пришла на прием да когда я сдала анализы когда мы проверили и поняли что мне какую-то еду вообще есть нельзя ее я чувствую усталость сонливость там у меня проблемы начинаются с организмами там болит желудок и если мне оказывается там какую-то еду вообще там просто нельзя есть там да мне другое состояние меняется среди дня когда я начала пить бады я просто прозрела потому что ну как бы если честно у меня даже был такой момент я даже чуть-чуть шутила у меня были там знаешь тренера по психологии они ходили с бадами я такая думаю о боже ну чего они занимаются тебе всего лишь 30 лет какие тебе бады ну типа ну знаешь когда это все от непонимания опять же от того что не допустим никто никогда знаешь моей семье там еще что-то да в мое окружение это сейчас я всех подсадила да что нужно это делать а раньше я была в таком окружении кто просто этим не занимался и вот когда если говорить про связь эмоциональную да и психологию у меня как бы это просто а вот я сейчас всегда беру что лучшие мои инвестиции в жизни это в психотерапии в здоровье в бады в лечение к специалистам потому что я считаю я никогда это не говорила но я считаю что мне это помогло в том числе пережить развод потому что когда тяжелое эмоциональное состояние нужно много сил нужно много ресурса для того чтобы справиться с любой ситуации вот сейчас например кризис стране да там у каждого из нас вы там кризисы понятно с этой ситуации и нам нужно много энергии много сил для того чтобы с этим справиться да и вместо того чтобы растрачивать свои силы гуглить статьи там смотреть кто где умирает как они там умирают смотреть и вот это вот обсуждать реально круто было бы сфокусироваться на себе на своем психическом и на физиологическом здоровье я считаю что ну как бы связь она просто огромная ну как бы не говоря о том что есть уже исследование да что есть депрессивное состояние оно связано с проблемами желудком да то есть сейчас уже все это доказано и ну для меня это просто знаешь такой тандем силы когда когда мы начинаем мне кажется мне кажется если мы начинаем собой заниматься то это уже как будто само собой подразумевает и допустим всех своих клиентов я как бы всегда объясняю что очень важно заниматься с разными специалистами вот после вижу эту силу огромнейшую силу по себе да то есть я за год знаешь я начала этим всем заниматься начал пить бады начала заниматься здоровьем построила за год бизнес да то есть как бы вообще просто огромную команду бизнес выстроила там вышла и там как бы переехала в другую страну то есть куча энергии которая ну появилась откуда-то которой раньше не было вот конечно тут поделюсь своим опытом просто ну для меня это оказало такой очень классный эффект я могу этим не поделиться здорово здорово наташ скажи пожалуйста как часто обращаются люди вот тебе как психологу и с какими запросами и вот ты уже через призму своего опыта понимаешь что здесь нужно обязательно обращаться еще к медицинскому специалисту смотри все все запросы связанные с расстройством пищевыми расстройствами да то есть я всегда понимаю что тут нужен врач да то есть еще дополнительно что эндокринолог обязательно нужно сделать анализы диагностику проходить то есть обязательно ну там еще и добавляю там психиатра потому что это очень часто еще проблемы по психиатрии связанные с этим есть люди которые я приходил ну допустим приходит ко мне да у них ну знаешь это наверное потому что я уже этот путь прошла и прохожу и занимаюсь этим я конечно вижу по человеку уже по его даже внешности да что у него есть проблемы с какими-то определенными моментами которые у меня когда-то были да или там у моих друзей там мы то есть что ну как бы я общаюсь считаю я это понимаю но люди по моему профилю да вот эмоционально зависимые люди это люди которые постоянно торчат на страхе это что кто за люди это люди которые повышен себя кортизол да то есть как бы от него как минимум как бы от на самом деле люди которые не спят да у которых постоянно невроз там да то есть они у них бессонница они поздно ложатся спать у них плохое состояние утром они тоже себя плохо чувствуют как бы из-за того что они все время накручивают да они постоянно вот эмоциональная жвачка что они ложатся спать знаешь себе думают а нужно было так ответить а нужно было вот так ответить а вот если была ситуация и знаешь они постоянно в этом живут в этом накручивание себя в постоянных страхах и конечно тут как бы просто тут как бы такая ситуация думаю что у тебя такая история у меня что мне приходится как будто рассказывать про твою специализацию, что можно какие-то вещи регулировать с помощью БАДов, с помощью сна нормального. То есть как будто это просто неизвестно, неясно. Я думаю, тебе приходится рассказывать, что есть вещи, которые приходится регулировать с помощью психолога. Я так представляю себе. Да, да, да. Единственное, знаешь, это моя такая фишка. Возможно, со мной не часто соглашаются практикующие специалисты, психологи, психотерапевты и психиатры. Тут это, знаешь, кто первично курица или яйца, эндокринолог или психотерапевт, да? Мне почему-то, общаясь с тобой, кажется, у тебя там два из спектра и то и то. Вот есть четкое мнение, что обращаться к специалисту, особенно если запущенная ситуация, нужно немножечко в ресурсном состоянии. Когда ты батареечку себе витаминками те же самыми немножечко подзарядил, потому что работа, ну, может быть, это мой опыт работы с психотерапевтами. У меня он очень небольшой. Вот, но тем не менее есть. Что, когда ты вне ресурса, вот эта вот мысленная жвачка, вот, а еще что-то, ты не всегда готов поработать качественно. Это все равно выход из зоны комфорта работы психотерапевтами. Однозначно. Вот. И, соответственно, если ты не в ресурсе без батарейки какой-то такой, подзаряженной хотя бы чуть-чуть, то это может быть дополнительным стрессом. А когда вот батареечка чуть-чуть подзаряжена, это моя такая тема, а я, может быть, когда не поменяю это мнение, но пока в практике я всегда озвучиваю. Вот вам, таракашечек, немножечко придется рано или поздно погонять, но мы сейчас сначала с вами подготовимся к этому процессу, а потом я где-то месяц через полтора-два, вот мы немножко накопим ресурсы, и вы пойдете работать психологом-психотерапевтом. Потому что пару раз было такое. Идем к психологу, и там без таблеток, мягко говоря, обойтись, ну, приходилось давать костыли, чтобы восстановиться. Я думаю, что это очень взаимосвязно, к сожалению, понимаешь. Я думаю, это такая история, особенно для тех клиентов, которые приходят в плохом состоянии. Очень часто, к сожалению, не знаю, как у тебя, но ко мне в терапию, ко мне на курсы, ко мне все, чем я занимаюсь, приходят клиенты уже в состоянии очень плохом. То есть, как бы, вот эта тема, что нужно до, знаешь, позаботиться о себе чуть раньше, да, тут почему-то есть такая история, что нужно дотянуть до дна. Да, то есть уже добить себя, добить себя, а потом уже приходить. И тут, конечно, есть такое. Да, конечно, как тут без БАДов, без всех вот этих вот историй, тут, ну, никак. Конечно, когда человек приходит, знаешь, в более-менее нормальном состоянии, такой говорит, слушай, ну, это действительно просто очень мало. И говоришь, что, слушай, а вот решила, а почему, знаешь, не поддержать свое здоровье? Ну, это как бы другая история, да? Но в основном, к сожалению, приходит так, и поэтому, конечно, нужно поддержать. Я думаю, просто есть люди, которым нужно еще прийти к тому, что им нужен, допустим, психолог, либо, например... Да, это определенный выход. Просто сам признать, что есть проблема. Ты сказала очень интересную такую профдеформированную лексику торчать на страхе. Вот это... Да, это определенный ухо словосочетания. Скажи, пожалуйста, что вот прям некоторые от этого прям кайфуют и не хотят от этого, получается, как наркотик? Да, это же... Да. Вот есть у нас... Это очень интересно. Да, это... Потому что у меня в окружении есть одна девчонка. Вот. Вот мы давно уже общаемся, прям очень давно. И никак. Мы при том общаемся группой. Это мы уже, в принципе, подруги. Такая интересная онлайн-кружок. Вот. Но вот девчонка, вот она реально все... 15 лет, что мы общаемся, вот именно живет в этом состоянии. Она всего постоянно боится. И у меня складывается... Я уже устала что-то там советовать, там какие-то... Я просто умыла руки. Хотя это на меня не похоже. Но человек кайфует от этого страха. Он занимается там просто саморазрушением. Конечно. Вот. Мне интересно. Я думаю, что... Многие, может быть, сейчас нас слушают, узнали, может быть, с ужасом самих себя. Скажи, пожалуйста, вот я как врач, я подсказывала и по анализам, что-то смотрела. А самое обидное с анализами. Очень часто эти анализы не поймать. А говорят, ой, ТТГ хороший, а он такой пограничненький. Да я ничего не могу в референдже. Говорит, все в порядке. Вот. Кортизол очень сложно. Кстати, поймать нормально по анализам. Здесь обязательно нужно, чтобы доктор сопоставил это с анамнезом. Есть ли какие-то методы психологические осознать это и понять, что нужно работать? Может, подскажешь? Может быть, сейчас это будет какой-то полезный совет для тех, кто нас слушает? Вообще, нужно... Первое, конечно, признание. Многие люди просто этого не понимают. То есть, смотри, если говорить про эмоциональные зависимости, то что это такое? Это когда, допустим, человек, когда от химических веществ зависим, он как бы торчит от вещества. А эмоционально зависимые люди, все остальные, они торчат от чувств. Да? То есть, на чувствах торчат. То есть, допустим... Ну, это тоже, кстати, завязано на вещества, но я так пока не буду сильно это в гофамины и прочее залазить, потому что мы уйдем в сторону. Да, ну, вообще, да. Очень туда его связано. Да, это очень, да, ты права. И тут они потарчивают на чувствах. Например, чувство жалости к себе. Там, да, такая, боже мой, я такая несчастная, я такая, типа, там, ничем не справлюсь, моя жизнь там тяжелая. Знаешь, это состояние человека вообще не вынуть, да? Вот как бы человек вот в этом зависает, он там в саможалости проваливается и вот как бы прям страдает и кайфует от этого. Есть люди, которые, знаешь, испытывают боль, потому что читают какие-то старые смс-ки, какие-то... вспоминают какие-то старые отношения, которые были, они тоже потарчивают на чувстве там, там, жалости к себе, боли. Вот им же больно, а они все равно туда лезут. И то же самое чувство страха. То есть это вообще такая история, когда люди... Вот сейчас, да, смотри, что происходит там. Вот мои там большинство клиентов, да, они как бы... Во-первых, там тревожное расстройство у всех есть там практически, да? И вот что они делают? Они там гуглят эти... Я говорю, вы что, переезжайте, вы гуглите смерти в Америке, в Италии? Вы что, реально, переезд у вас там планируется или что? То есть, ну, как бы, вот себя нужно возбудить, да, вот в этом состоянии, чтобы находиться, потом потратить все силы, ресурс. Ну, конечно, они же берут взаймы, они же там напугали себя. Для них это просто способ жить. Напугать себя, вымотать, типа, знаешь, там, написать всем, погуглить, там, вот это вот накрутить себя в состояние вымотанности. Потом у них, конечно, нет ресурса там, знаешь, заниматься с врачами, с собой, там, своей жизнью, своими хобби, потому что они лежат уставшие, вымотанные, и кортизол тут повышается, да, они там ездят на этой теме, пьют, да, потому что сейчас такая вообще история там, да, что люди, ты знаешь, сейчас пьют, и алкоголь очень сильно много. Да, 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 потому что опять же дофаминовая история, истощение, попытка себя подраскачать предвкушением какого-либо удовольствия, с учетом того, что вокруг удовольствия, кроме еды, наркотиков, алкоголя, почему-то в голову не приходят. Люди же вообще разучились, это пич современники, люди разучились радоваться, люди разучились получать удовольствие от мелочей, люди разучились включать органы чувств, любые, потому что даже потрогать шелк, потрогать мех, это приятно, это кинестетическое воздействие на рецепторы, и это уже доставляет удовольствие. Люди забыли про это совершенно, как себя радовать бесплатно мелочами. Очень-очень грустно это. Я надеюсь, все-таки на вот этом своем марафоне, кто будет участвовать, ну, в общем-то, я все время об этом говорю, не только на марафоне, я постараюсь по максимуму, чтобы люди это прочувствовали. Это очень важно. А еще и такое, я знаю одно умное слово психологической среды, вернее, понятие, такие люди очень часто вовлекают нас в этот треугольник по товарищу Карпману. Да, да, да. Круто. И это жесть. Маташ, может, совет такой-нибудь быстрый. Как выйти из треугольника Карпмана? Пару про что это такое, жертва-спасатель, последователь. Слушай, но это... Или это отдельный эфир? Вот это вообще, кстати, вчера про это проводила эфир, наверное, у меня уже сегодня, наверное, удалится, нужно посмотреть. Вообще, очень интенсивно про это рассказывала. Нужно осознать, во-первых, свою роль. Первое там, ты спасатель, жертва ли агрессор? То есть, мы как бы в нездоровых отношениях, когда находимся, мы включаемся постоянно в эти роли. Спасатель он постоянно спасает, он думает, что он знает лучше тебя, он как бы тащит все на себе, из этого постоянно устает, недоволен своей жизнью и разочарован. Все делает для другого, что хотел бы, чтобы другие делали для него. Агрессор считает, что другие люди, они опасны для него, и мир вообще опасен. И для них способ общения это нападение на другого человека. И они считают, что мир опасен, мне нужно себя защитить, защитить через нападение. Вот. И он считает, что другие люди заслуживают такого отношения к себе. То есть, это люди-абьюзеры, тираны, то есть, как бы постоянно, которые торчат тоже, они причиняют другим боль и кайфуют от этого. Садисты такие. Да, садисты. Есть жертвы. Кстати, жертвы, это вот люди как раз-таки, которые торчат на страхе, которые торчат на чувство жалости к себе. Да, это люди, которые, знаешь, вот они в стиле говорят там, ой, я не справлюсь, я не верю, что я это могу. Знаешь, у меня там часто, допустим, у меня сейчас есть там курс, допустим, он говорит, я не справлюсь, что я сделаю задание. Что, типа, как, блин, я говорю, как вы вообще даже до 30 лет, до 20 лет, если вы не... Ну, то есть вот это вот постоянно, знаешь, это люди, которые в себя не верят. Они не верят, что они даже простые вещи могут сделать. Они не верят, что они смогут справиться, там, не знаю, в одиночку, там, со своей жизнью. То есть это вот постоянно чувство жалости к себе. Такие люди, как правило, раздражают других людей, потому что их хочется либо спасать, а спасать их бесполезно, потому что они не принимают помощь. То есть они любят только страдать, а принимать помощь нет, не могут. Вот. И либо их хотят мочить. То есть тираны, потому что они злятся, что люди такие беспомощные, хочется прессануть. И поэтому жертвы, они, с одной стороны, кайфуют от того, что они такие несчастные, им постоянно помогают, а с другой стороны, получают вечно порцию агрессии на себя. И если говорить, первое, что нужно, конечно, осознать свою роль и понять, как ты включаешься в этот треугольник. Если я включаюсь триггером, меня можно споймать, допустим, у нас всех есть вторичная выгода быть в этом треугольнике. Допустим, если ты спасатель, то я что думаю? Если я для тебя много сделаю, Катя, то ты будешь меня любить. Мне кажется, что без этого, как будто я не такая ценная. И тогда я начинаю много для тебя делать, стараться, выматываться. Я причём не знаю, я тебя не спрашивала даже, будешь ты меня за это любить больше. Нет, у меня такая есть фантазия, естественно. Я начинаю выматываться, а ты как будто не ценишь. То есть ты там знаешь, я там то и это, десятое, пятое. И думаю, когда же ты мне скажешь спасибо? А ты же не знаешь, ты думаешь, что это для меня нормальное поведение. Я так живу. Ну ты как бы спокойно себя чувствуешь. Я начинаю злиться потом, думаю, а что ты мне не помогаешь? Что ты не говоришь, что я классная такая? Типа я уникальная, я особенная. Да, я начинаю злиться и начинаю становиться тираном. Говорить, знаешь что, Кать? Да я вообще с тобой общаться-то не буду. Да. Вообще, ты знаешь что? И вот как бы не очень ты классная подруга. Я начинаю тебя мочить как бы, да, вот на боли какие-то нажимать. Потом я устаю и думаю, вообще мне обидно. Мне обидно, я столько сил вкладывала в наши отношения. И тут я уже с вами жертвой. И начинаю себя жалеть. И рассказываю всем. А вот знаешь что? Я столько для Кати сделала. Хоть бы слово тёплое сказала. И тогда я их по этому трогольнику гоняю. Да, да. То есть, и тут как бы, конечно, нужно понять. Ну это очень долгая история, на самом деле. Просто понять выгоду. Почему мне выгодно быть тираном? Почему я от этого кайфую? Потому что я там удовольствую, многое власти. Почему мне выгодно быть жертвой? Потому что многие меня спасают. Я не беру ответственность за свою жизнь. И мне не хочется за неё реально брать, на себя эту ответственность. Как бы, и мне удобно быть, но всё равно внимание. Так что-то подзависло. Вот. А у меня всё хорошо. Вот. А со спасателями там вообще, там, это потребность, чтобы тебя любили, чтобы тебя замечали. Ну в общем, короче, выматываются, потом приходят к тебе, потом к тебе приходят восстанавливаться. Но спасатели обычно не сильно там доходят, потому что у них идея, что они для других только могут делать для себя, для себя что делать, это эгоистично. Поэтому, ну как бы, доходят, но в плохом очень состоянии. Слушай, я прям заслушалась. Пример был прям потрясающий. Классно ты его разогрелась. Ну тебе в актерское мастерство надо. Или у тебя, может быть, хобби, получилось очень-очень классно. Слушай, ну похоже придётся развивать себе это. Слушай, как не потеряться в этом потоке информации? Почему вот люди вот из этой информации больше концентрируются на каких-то сложных схемах и вот путаются? Как вот этот венегрет каких-то знаний, как это знаний, вот концентрировать какие-то, может быть, постулаты? Честно говоря, я, опять же, это про свой этот марафон столетия как раз решила попробовать сделать это за людей. Сделать вот такой вот инструмент, как вот этот массив информации, пусть не... всё, давайте забудем тему коронавируса уже, подумаем о себе. Наверняка, ну вообще моя аудитория, она очень-очень осознанная. Я это связана с тем пациентам, которые приходят ко мне. Также косвенно тужу о том, что я всё-таки никогда не занималась, знаешь, таким активным продвижением своего аккаунта. То есть подпишись за айфон, гивы там, что там ещё бывает, взаимопиары. Вот я тебя хорошо знаю уже очень-очень давно. Начали мы знакомство с категорией врач-пациент, потом уже стали общаться в жизни, стали общаться на разные профессиональные темы. Вот, поэтому ты у меня, в принципе, я с удовольствием приглашаю тебя в эфир. То есть не для того, чтобы... Мне приятно за доверие. Как это называется? Обменяться аудиторией. Вот, это вот инстаграмовская история. А действительно быть полезна людям. И мне действительно интересно. Я на самом деле вот это сегодня не просто пригласила тебя, я с удовольствием слушаю, мне интересно. Вот, потому что, ну, в психотерапии я не так уж сильна. Вот, а тема близкая, и я с удовольствием это слушаю. Вот, и вот я так говорю, говорю, и с мыслью сбилась. В общем, я про свой марафон, что стараюсь ту инфа... А, про то, что у меня осознанная аудитория. Подготовленная. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что я врач. У меня огромное-огромное-огромное преимущество в плане способности проанализировать информацию. И отценить трава, от зерна, от плевел. Потому что даже вот этой крутой, вкусной информации в теме интегративной медицины, функциональной медицины стало настолько много. И там, честно скажу, столько стало мракомиссия. Ну, конечно, сейчас каждый второй этим решил заниматься. Как каждый второй стал психологом, так и стал каждый второй эндокринологом. Ну, я наверняка сталкивалась с этим. Наверное, психологических курсов, как стать психологом за 30 дней, я не знаю, было такое или нет. Но, как минимум, я уже за это время, того же вот все же активировали карантинное это время, куча онлайн-продуктов. Я встретила сейчас в данном этапе, в этой таргетированной рекламе, мне в Инстаграме выпадает три разных курса, как за два месяца, не падайте только. Стать специалистом по назначению витаминных препаратов. Ну, вот диплом, государство, образцы. Это вранье. Это вранье. Потому что какие-то бумажки, которые проштамповали, никакой это не сертификат, это не новая профессия, ничего. То есть это подмена понятий. Я специально залезла, у меня есть моя подруга, адвокат и юрист. Она посмотрела и говорит, Катя, это такое обманное стомнение, что просто неприлично. И три за вот эту неделю разных курса по специалистам оздоровлению, специалистам по назначению витаминов. Варка, Буча оценивает, ну, елки-палки. То есть всячески пытается обогнуть тему, что это не медицинская консультация. Ну, неприлично. И вот я на марафоне все-таки стараюсь понятным человеческим языком, хотя, конечно, профдеформации такая история, что ты думаешь на елки-палки, как этого не понимать. Хотя я буду вообще на страхе. Да-да-да-да-да. Это все такое... ... ... Потому что, может, от этого это зависит? Не-не-не, это мама попробовала попасть. Я ее сбросила неприлично. Буду сейчас на помпы разговаривать и по телефону после этого фира. Вот. Что я хотела сказать. Я стараюсь эту информацию разжевать, положить в рот. И самое главное, сформировать стратегию. Как себя вести. Как услышать о своем организме. Как пойти в нужное русло. Как из этого винегрета знаний. Вот. А вы, осознанные, вы, конечно, имеете огромное внимание. Отфильтровать лишнее и научиться применять эти знания по отношению к самому себе. И даже не по отношению к близким. Не по отношению только к самому себе. Потому что фишка функциональной медицины – это персонализация. Вообще фишка должна быть любой медициной. Неважно, какая она. Интегративная, доказательная, конвенциональная. Много разных названий. Одного и того. Главное – это все-таки персонализированный подход. Индивидуальный, все разные. И вот этот мотив знаний применить на себе я уже предпринимаю третий год подряд на марафоне «Столетие». Он каждый раз. Да. Неважно тоже. В этом году я тоже, я сейчас даже себе выписала отличия марафона от прошлогоднего, что будет новенькое. Вот. Первое, что будет подготовка. Я считаю, что четко я в этот раз еще более четко сформировала алгоритм самостоятельной интерпретации оптимумов анализов. И дала немедикаментозные варианты коррекции тех или иных отклонений в анализах. То есть это такой, знаете, откровенный, ну, не бывший пилотаж, это не скромно, наверное, но чем не менее… Как говорит мой знакомый, скромность – это для тех, у кого нет других достоинств. А, какая прелесть. Я очень тебя поддерживаю рассказать. Вот. Я сделала… Ну, вот именно все моменты по оптимумам, когда, что можно сделать самостоятельно с помощью питания, образа жизни, каких-либо нутрицептиков, вот. И когда стоит уже действительно планировать визит врачу и какому врачу запланировать визит по узкой специализации. Вот так вот я… Это вот новинка в марафоне. Также я пригласила интересного специалиста, нейрофизиолога сна. Вот такая специальность. То есть сон – это такая фишечка, которая бесплатная, но не всегда удается организовать этот важный, жизненно важный процесс. Только правильной организации гигиены. И сна иногда нужны какие-то фишки. Я пригласила поделиться этим специалистом. В этот раз будут рецепты ежедневные. Так много ты даешь? Ну а как? Слушай, вот я это вижу… Это, честно говоря, я очень долго… Это мой первый, знаешь, такой онлайн-продукт на массовую, как бы, аудиторию, и он платный. Вот. Это мой первый, честно говоря, опыт неиндивидуальной работы. И то я добавила туда, и это моя фишка, все равно я финализирую, стараюсь по максимуму. Правил технической безопасности в этом марафоне, уделяя этому внимание. И поэтому я просто пересмотрела кучу продуктов, кучу продуктов, получат за 5 тысяч рублей, за 20 тысяч рублей, что надо ложиться спать до 23 часов, до полуночи. А то люди не знают. Честно говоря, я не знаю, но извини за оборудование, бомбило от этого, что это то, что называется в наше время инфо-цыганство. Да. Ну, к сожалению, это очень тяжело себя в этом всем сохранить, потому что, действительно, это очень много. Вообще, честно тебе скажу, что я вот тебя слушаю, и я вот искренне радуюсь за тех людей, за то, что произошел карантин, и то, что ты начала что-то такое делать. Потому что, ну, как бы, я тебе скажу, у меня есть куча моих друзей, моих клиентов, которые очень хотят в себя попасть, но не могут. Да, и только причина, потому что так веронично ты не берешь, да, потому что тебе уже не достучаться, как бы, это круто очень, да. Я это понимаю, но вот эта возможность, она реально очень уникальная, потому что вот просто каждый человек, каждый человек, почему я тоже когда-то начала делать курсы, я раньше этого не понимала, потом начала тоже делать. Потому что каждый человек может взять, это как, знаешь, то, что нужно было, грубо говоря, в школе, да. Вот это вот, получить это образование, да, вот эти вот пройти этот марафон, неважно, курс, марафон, как его назвать. вот это получить эти знания, которые уже для тебя собраны, просто вот, просто возьми, и которые, во-первых, так внутри всё структурируют классно, да, потому что уже, да, это такая классная база, структура, чтобы не довести себя до какого-то там ужасного состояния, начнём с этого, или хотя бы выводить себя постепенно, и это возможность прикоснуться к твоим знаниям, потому что я прям, у меня там вообще с кучей друзей к тебе идёт, вот, потому что мне кажется, что мой отец не умеет пользоваться ничем, кроме одноклассников в этой жизни, вот, я бы его тоже там туда вписала, но на самом деле это классно, у меня огромный, извини, что перебило, огромное количество, 45 плюс 50 плюс 70 лет, я рада. Себе заботятся, это круто, это просто круто. Очень, чтобы антиэйджингом, активным долголетием занимались все, и не ставили себе крест после менопаузы, ни в коем случае, вот меня это очень радует, что такое количество участвует, я прям очень рада. У меня были очень физические упражнения, я привлекла чемпионку мира, на минуточку осию, которая будет с удовольствием, она записала классные упражнения, при том... Просто ты плохо делать не умеешь, и всё, что ты делаешь, ты делаешь круто, я это уже поняла, поэтому, вот я тебе говорю, всё, что ты будешь делать, я буду закрытыми глазами туда сама идти и рекомендовать, потому что я просто, ну, вижу в тебе, у тебя вот эти вот, ну, то, что ты говоришь там, да, в тебе заложены какие качества, ну, чем бы ты ни занимался, ты будешь делать это классно, потому что тебе важно вот качество... Ну, я хоть ругаю своих пациентов за перфекционизм, вот, и сама этому склонна, ну, хочется сделать хорошее продукт. Честно говоря, долго не планирую, ну, сколько меня просили сделать свою школу, сколько меня просили сделать там... И я говорю, да нет, нет, я хочу работать индивидуально, я хочу работать только очно, там душа, там я заряжаю нам определённые... Ну, как, знаешь, я иногда говорю, я часть программы. Да, так вот так и есть. И, ну, вот я сначала я создала, ну, честно, я не стесняюсь этого. Исходно онлайн-продукты появились для того, чтобы я немножечко прикрыла дыры финансовые в плане... Ну, всё равно у меня все очные пациенты перезаписались на лето из-за карантина. Я извинить в этом не могу, это форс-мажор. Естественно, у меня сотрудников на... Я всегда плачу хорошее зарплаты. Вот, это много. Вот, и, соответственно, это в том числе и обеспечить определённую заработную плату моим... Я не хочу, чтобы они теряли в своих доходах ввиду того, что... Что, чтобы не терять хорошую команду, которая уже есть, которая классно работает, вы даёте кучу пользы другим людям. И изначально я сделала онлайн-консультацию, да, она не медицинская. Да, я там просто персонализированно подбираю стратегию питания. Какие-то дефициты. Я даже не присылаю туда, безусловно, анализы. Вот. Но я ни слова по ним не комментирую. Они для меня, чтобы понять тактику, куда больше какое питание подойдёт. То есть без иллюзий. Но я направляю, чётко даю стратегию на месяц-два, чтобы потом люди могли прийти на очный приём, уже дошлифовать это. Нужно, понимаете, такое... Я делаю инвестицию в такого, знаешь, качественного, осознанного пациента. Там вообще работать не придётся особо. Там чуть-чуть дошлифовал, и получается вау-результат. Наташа, как горячие пирожки. Это не хвастерство. Просто у меня два часа... Я ввела эту услугу исключительно на карантин. Ну, предполагаю, что он будет месяц. За два часа у меня заполнилась запись. И вот такой лист ожидания. Так будет всегда, потому что всегда, когда учишься, когда занимаешься, столько вкладываешь в себя, это результат, который автоматически происходит. По-другому уже быть не может. Это очень классно, мне кажется. С одной стороны классно, с другой, знаешь, степень ответственности определённая. И определённая горечь, что всем не поможешь. Ну, не кукуровать. Ну, зато вот такие марафоны... Поэтому благодаря карантину я всё-таки дошлифовала марафон вот этот столетие так, чтобы его можно было презентовать за относительно символические деньги. Ну, чтобы купить, честно говоря, определённые траты. Вот. И, ну, вот добро пожаловать, и кто участвует... Это классно, потому что вообще это вот возможность... Вообще сейчас такая история, что все мы поняли ещё раз, в 10 раз мы поняли, что как важно своё здоровье. Все очень сильно испугались. И вот этот страх, он как бы одних людей, знаешь, как будто парализует, и типа они боятся, просто там сядут и боятся. А кто-то берёт и делает действие. Кто-то и начинает заниматься своим психологическим здоровьем активнее, здоровьем вкладывать в себя в плане физиологического здоровья. То есть сейчас как бы люди разделились. Всегда будут люди, которые, знаешь, будут говорить, там нет свободного времени. Я всегда говорю, ребят, это не про то, что у тебя нет свободного времени. Это про то, что я своё время не хочу тратить на своё здоровье. Не важно, что это. Признайтесь, что вам просто не хочется за собой заниматься. Знаешь, они будут говорить, недостаточно какой-нибудь, не знаю, дисциплины. Тогда кто? Получается, жизнь мной управляет, а не я, хозяин своей жизни. То есть, получается, внешние обстоятельства влияют на мою жизнь. Я тогда кто? Жертва, получается, или раб? Ну, то есть я всегда про это говорю. Знаешь, мне там пишут, допустим, не справлюсь с заданиями, я уже про это говорила, о том, что как будто ощущение, что там идут в школу какую-то, знаешь, как будто будут наказывать за задание не сделающие. Да, то есть как будто двойки ставить. Ну, как бы правда, я думаю, что наша жизнь такая была, у всех там непростая, мы столько всего прошли, я говорю, если мы вообще еще выжили до сих пор, то уже мы как бы совсем, ну, намного сложнее вещи в жизни, там, знаешь, прошли. Что значит, я не сделаю пять заданий, там, или десять заданий? То есть я там, типа, ну, не понимаю. Потом, знаешь, будут как бы все-таки люди, которые будут говорить, там, я не знаю, я боюсь там, я боюсь попробовать, там, знаешь, боюсь там выбросить деньги. Я говорю, вот всегда тоже, знаешь, про это думаю. Мне сейчас интересно, что ты про это скажешь. Вот я просто на весь момент задела. эмоционально. Я говорю, что я вообще в своей жизни кучу всего пробую, я не знаю, даст ли это результат. Ну, как бы, а как попробовать еще, точнее, как узнать, не проверить, да? То есть как бы вообще нет шансов. То есть так ты можешь проверить, только тестируя, там, да, там, какие-то гипотезы свои и вообще проверять все время, да? И все время, да, вкладывая деньги, силы, свои ресурсы, да? Но за то, как я говорю, когда-то то, что я пошла вообще на одну консультацию к психологу, это вообще просто перевернуло мою жизнь, как бы. Я выбрала в итоге, поменяла свою жизнь в 10 тысяч раз, в лучшую сторону профессию сменила, и все. Тогда я могла ли думать, что одна консультация, то есть, знаешь, типа, а что, консультация одна или там двухнедельный, марафонный, не знаю, там, поможет мне? Это может поменять так мышление и так жизнь, что в итоге ты формируешь свои новые привычки, новые качества, какие-то новые вообще осознанности, которые тебя вообще поменяют внутри вот это все, ну, как бы перестроят. Потом кто-то говорит там, я не знаю, мне лень, там, мне лень. Ну, как бы, если тебе лень, как бы, смотреть, если тебе не жалко свое состояние, если тебе не жалко свою жизнь, ну, как бы, реально, мне тоже, как я всегда говорю, что, ребят, ну, правда, что, если вы ничего не будете со своей жизнью, со мной ничего не изменится, вот я как живу, вот я буду жить, и раньше, Вкладывать себя в свою Занятие собой, своей головой Своим здоровьем, своим образованием Я буду дальше все это делать Если кто-то выбирает, мне очень жаль Мне правда жаль, что кто-то выбирает С собой не заниматься Потому что я понимаю, насколько круто можно поменять свою жизнь Просто изменить какие-то базовые amarcy вещи, решиться на что-то Но если кто-то не хочет С собой это сделать Мне правда жаль, но у человека выбор Ничего с собой не делается, это тоже выбор Они меняют всю жизнь, тоже выбор Как ты на это смотришь, на эти вещи? Я спрашивала у народа, почему не идёте. Были очень интересные ответы. И там действительно было что-то типа... Нет достаточного уровня мотивации, чтобы что-то выполнять. И были вопросы, а как сформировать вот эту вот мотивацию? Может быть, есть какие-то секреты? Может быть, есть какие-то со стороны... Дай волшебную таблетку. Знаешь, мне очень нравится фраза. Её, наверное, некрасиво будут говорить сейчас. Но если есть те, которые 18 лет, минус, закройте уши. Я всегда говорю, самая лучшая мотивация, это как? Никак оставайтесь в жопе. Вот есть выражение, это кто-то репетит вставил или кто. Это реально фраза. Но что значит, знаешь, я такая лежу. Вот представь, да, вот на мне. Я лежу такая, страдаю, там, знаешь, лежу. Мне очень плохо, да? Я такая говорю, Наташ, замотивируй меня, Аль Кать. Замотивируй меня менять мою жизнь. Это вообще про что? То есть я ещё потерплю, я ещё пострадаю. То есть, знаешь, это как будто привычка, реально, вот как у моих клиентов. Я ещё, знаешь, как будто в стиле, знаешь, типа, заплатили 500 рублей, как бы, и там, не знаю, там, не знаю, сколько это ещё, и измени свою жизнь. Я такая говорю, да ладно, я ещё потерплю. Пускай мне живот болит, Катя. Я потерплю. Я потерплю то, что мне там, не знаю, лишний вес, то, что я там не высыпаюсь, то, что мне вообще хреново себя чувствую. Я потерплю. Знаешь, вот такое вот ощущение, что люди настолько привыкли терпеть и думать, что это нормальная жизнь, да, так себя плохо чувствовать, эмоционально плохо, физиологически плохо. И вот эта вот терпилка, она как будто огромная, да. И вот это вот тут как бы вообще не про мотивацию. Тут, знаешь, нужно хорошо испугаться и подумать. Блин, нужно реально испугаться и менять свою жизнь. Вот этот страх, он нам помогает выходить в автономную позицию и помогает нам, когда мы, знаешь, пугаемся и что-то хочем менять, ну, как бы в своей жизни хочется менять что-то в своей жизни. Вот эта мотивация, она лучшая. Когда, блин, мне страшно так жить. Я не хочу так больше жить. Я не хочу, чтобы мне было плохо. Я не хочу, чтобы мне это болело. Я хочу это менять. И вот этот вот страх и вот эта злость классная такая, да, которая, блин, чего я вообще так живу? Вот она, её нужно развернуть на перемены, на то, чтобы, наконец-то, сделать действие. И, блин, шаг вообще простейшие вещи. Знаешь, вот я, знаешь, я наносижу, думаю, вот когда я была малой, в моей жизни этого не было. Ни терапия, знаешь, терапия пошла первый год в долг. Знаешь, одолжила на год деньги, пошла. Почитала твою эту историю. Прямо муравь. Кать, никогда не было никаких там специалистов. Какой эндокрин... Типа, что, особенно в моём городе, в котором я жила, маленьком, 100 тысяч людей, чего эндокринолог? Да там сейчас тебе скажут про эндокрин... Ну, как бы вообще, да? То есть не было этих возможностей вообще. А тут как бы просто возьми, вот просто возьми, и как бы просто возьми и сделай. И тут как бы для меня скорее про то, что... Ну, это уже выбор, знаешь, страдать. Это тоже выбор, к сожалению. Большинство людей. Вот мотивация. Я сейчас, наверное, включу всё-таки какой-нибудь интерактивчик нашими слушателями проведём. Зададим прям вопрос. А что меня мешает меняться? Может быть, ещё есть какие-то возражения? Мы... Яри, ты, может быть, ответишь. Давай, я включу. А про пространство, знаешь, это ещё такую свою личную историю тоже расскажу. Наташа, извини, твою красоту, закрою комментариями. Спасибо тебе. Вот. Наташа, кстати, с медицинским бэкграундом. Сразу вижу, вы врач или психолог. И то, и другое. Ну, не минуточку. Знаешь? Вот. А у меня... Я тебя считала, хотела неприлично выразиться. Ну, выражусь прилично. Трусихой. Вот. Трусихой. Однажды мне моя подруга сказала, нет, Кать, ты не трусиха. А знаешь, в чём отличие от трусихи от смелого человека? Она говорит, трусы ничего не делают. А нет, это крабрый сад, но делают. Но делают. Вот. Я вообще, знаешь, считаю, что это люди, которые... С кем я общаюсь, кто идёт вперёд, это люди, которые боятся, но идут на свой страх. Это как бы я отношусь к этому отличиям. Вот, смотри. Закрою глаза и... Вперёд. Смотри. Сколько стоит марафон? Марафон стоит 590. Давай, Наташенька, читай комментарии. Тут пошли прямо ответы на заданный вопрос, что мешает меняться. Воспитание, низкая самооценка. Так вот, смотрите, например, если мы говорим про воспитание. Мы же уже выросли, мы в силах себя менять. Да, то есть мы можем... Вот я тоже, какое у меня было воспитание? Это смешно просто как бы, да. То есть отец меня воспитывал, который был... Там водитель автобуса, который всё время был на работе. Меня отец воспитывал. Но как бы мы выросли, конечно, я могу всю жизнь винить своего отца, там, родителей, да, ещё кого-то. Но мы уже когда выросли, мы можем сами себя воспитывать. У нас сейчас всё есть для этого. Мы сами можем себе быть взрослыми. И менять вот это вот, работать над собой. Страх успеха. Вот страх успеха. И что случится, если ты будешь успешной, Катя? Как спасателям спасти себя? Вот, Катя, напиши, пожалуйста, в чём ты нуждаешься в помощи. Так, у моей мамы был рак первой стадии был. Теперь она боится худеть. Ей сахар от скуки и привычек. Как быть ей и доказать, что не нужно бояться и снижения веса? Слушай, собственным примером, мне кажется, можно своих родителей мотивировать. И я думаю, что если у твоей мамы был рак, то если говорить даже по психологическим вообще моментам, то, ну, вот у меня тоже у мамы был рак, вот, и она по жизни вкладывалась постоянно в других людей и не занималась собой, своей жизнью. Вот, это люди, которые постоянно выматываются, постоянно трудоголики, которые, ну, как бы не посвящаешь же себе. И для меня вот мама вот в этом плане стала примером, что нужно собой заниматься всё же, что не получится страшно. Вот, я думаю, Катя, у тебя там на марафоне будут, ну, как-то помощь, какая-то поддержка других людей или ещё кого-то? Они могут помочь проходить марафон? Либо можно, смотри, когда у меня, допустим, на курсах, там есть чат для общения, и там люди друг друга так себя поддерживают, что все, как бы, максимально включены, занимаются. У тебя там что-то будет такое, что можно с кем-то пообщаться? Конечно, я об этом думаю, потому что у меня опыт чата, что они немножечко превращались в балаган. Вот, и поэтому я думаю, как это организовать. Для обратной связи у нас, у меня запланировано там, марафон он такой коротенький, двухнедельный в этот раз. Нормально, это не нормально. Вот, ну, я начинала в прошлом году с месяца, немножечко это оказалось растянуто. Вот, кстати, вот видела Татьяну, победительницу прошлого марафона столетия, которая вторая. Татьяна, рада вас видеть. Вот, и к чему я это стала говорить? А, про обратную связь. Я запланировала два таких интенсивных эфира со мной, где я буду отвечать на... О, круто. Да, круто. То есть там можно будет задать вопросы какие-то, сложности, еще что-то. Я собираюсь очень интенсивно собирать обратную связь. Я не стесняюсь критики, я не стесняюсь... Для меня это всегда повод... И, ну, адекватные критики, естественно. Если мне говорят, Катя, ты как-то... Ну, ну, видимо, 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 что я могу сказать. Вот. А когда говорят, как можно сделать мой продукт лучше, я, естественно, буду только делать выводы. Для меня это точно так же. Это первый опыт. Вот. Я все шероховатости, конечно, буду учитывать. Но здесь все-таки я постараюсь избежать. По опыту других марафонов, как я видела, как организована обратная связь, там, в Телеграм-канале, где еще, Ватсап. Мне уже Ватсап нельзя использовать, потому что там только 250 человек. А ограничения есть? Может, Телеграм-канале есть? Да, ограничения. А у меня в марафоне больше тысячи человек. Класс. Вот это... Вот это... Слушай, я просто восхищена. Честно. Серьезно? Конечно. Ты что, если на первый раз у тебя уже тысячи человек, это просто космос. Ну, вообще, это очень здорово. Это очень... В этой сфере спасибо. Мне приятно за... Что? Это просто... Ну, это просто, знаешь, как тебе там тысячи человек, представь, с тобой рядом стоят тысячи человек, которые сказали, Кать, мы тебе доверяем. Представляешь? Вот председатель. Ну, это очень приятно, да. Я тебе говорю, мы тебе доверяем. Представляешь? Ну, это просто круто. Ну, это вдохновляет, да. Да, ну, только ты еще начал с... с учетом того, что я еще пока не знаю, как организовать именно общение между друг другом так, чтобы оно было цивилизацией разное. Тут есть, можно поставить границы, то есть границы общения в чате, но вообще я считаю, что, честно говоря, за такие деньги не должно быть обратной связи. Мое мнение личное, профессиональное, что это очень маленькая цена для того, чтобы еще кучу сил потратить на какую-то обратную связь организовать, на самом деле, если честно смотреть. Потому что обычно с обратной связью тарифы делаются более дорогие, потому что там уже люди включены, они там курируют, еще что-то, поэтому я считаю, что это вообще подарок, на самом деле. Это задел на будущее. Я говорю, я не могу больше на самотек, а вот кинуть козин и общайтесь с тем, потому что я не буду поглядывать. Честно говоря, я не смогу это поглядывать качественно, потому что я понимаю, какой будет мысль. Я сейчас, честно говоря, выводы. У меня подготовка к марафону. И там есть посты, где люди, где я, как я поняла, мне показалось достаточно четко обозначило, что интерпретация анализов самостоятельная. Люди поняли несколько иначе, и они пишут мне просто толмуд анализов. И я, конечно, какие-то комментарии делаю кратенькие, на что обратить внимание, но это не планировалось. И я сделала еще вот это отдельные будут посты, где я буду еще чуть-чуть. Вот я вот родилась как бы такой путевой карты, что ли, вот это мне хочется людей научить самостоятельности. Это само было. Это миссия, знаешь, я даже это называю, сформировать сообщество осознанных пациентов. Я четко дифференцирую. Есть тема сам себе доктор, и это не здоровая тема. Есть тема осознанный пациент. Если пациент осознан, и этот марафон, он как раз такая школа осознанного пациента, то, о чем я мечтала, вот, он сможет любые рекомендации, будь то доказательного доктора, будь то доктора, который работает на периферии и знает только стандарты, которые вы обучили еще в институте, будь то интегративный доктор. Это позволит осознанному пациенту потенцировать своими знаниями и своим образом жизни любое назначение. Вот в этой фишке этого марафона, что любые назначения, вне зависимости, кто их назначил, будут работать. Вот. И самое понять, что работают эти назначения исключительно это степень ответственности пациента. Нельзя переваливать ответственность за свое лечение, как бы циничненько это ни звучало, на доктора, что нет волшебных таблеток. Любая таблетка способна стать волшебной только благодаря вам. Вы волшебники, вы наделяете любую таблетку волшебными свойствами. Своим образом жизни, своим правильным питанием, своим осознанным подходом к жизни. И марафон об этом. Хотя, извините, пожалуйста. Поэтому, честно говоря, вовлеклась, естественно. Я, кстати, я знаю свою роль в треугольнике. Я спасатель. Я это люблю, и вот это вот желание похвали меня. Ты мне сегодня рассказывала, такая, как на приеме психотерапевта побывала. Вот такая зона роста. Вот. Я себя научилась на этом ловить, и вот сейчас я поняла, что вот я опять играю спасателя, я интерпретирую анализы, я захлебываюсь, я начинаю опять раздражаться. Вот. Я честно это. И я такая сказала, стоп, я сейчас сделаю еще более подробную инструкцию, но она будет для всех. Для всех. Это очень удобно. Смотри, а тут спрашивают, до сих пор не знают, когда начало марафона, они спрашивают. Марафон стартует в понедельник. Есть еще буквально вот пятница, суббота, воскресенье приобрести доступ. Дальше я опоздавших брать не буду, потому что у меня прям неделя была подготовки. Те, которые подключены к марафону, там целых шесть постов предподготовительных. То есть не серии вот любят, то есть уже идет определенная движуха. Вот. Я еще почву подготавливаю. Не потому что, ну, честно говоря, марафон, это такая серьезная жизнь, ну, поменять жизнь. На минуточку. Так люблю этого блогера, который говорит, на минуточку. Слушай, тут спрашивают, как расстаться с человеком, отношения не получается, но жить без него не могу. Вот это про эмоциональную зависимость, то лучше ко мне перекатить. Вот это у тебя в метафтах. У тебя куча продуктов. Да, у меня куча про это. Ну, так, подарочек какой-нибудь подарим нашим сегодняшним слушателям, кто нас слушал. Как насчет подарков? Ну, ж, любые. Слушай, ну, давай, у меня, знаешь, давай те, кто нас отметит на скриншоте нас с тобой с эфира и напишет инсайт, что вы осознали в эфире, что вы новое услышали для себя, и отметите меня и Катю, я вышлю вам в директ всем подкасты про эмоционально зависимое поведение. Вот. Я думаю, что это будет очень полезно. Слушайте, здорово. Здорово. Я думаю, что марафонцы могут специально, у них как бы усилится какая-то история, что, ну, благодаря этому, который сейчас смотрит нас. Любой врач, спасатель, как и психолог, говорят. Вот нам диагнозы поставили. Спасибо. Так, на что направлен марафон, уже можно почитать, да? Есть пост, да, есть пост в основной ленте, о чем марафон, то есть там, конечно, можно почитать. Вот. Очки-блокаторы, какие конкретно нужны. Мне нравятся УВЭКС, УВЭКС оранжевые. Аппликатор любой, хотя бы, чтобы под поясницу. Это уже спрашивают те, которые явно на марафоне уже прошли подготовку. Вот он пишет, я делала очень-очень-очень много. Так, сейчас все, пока мы не закончили эфир, и кто хочет получить подарок от Наташи, подкаст про эмоционально зависимое поведение, проводим или нажимаем правильные кнопочки. У меня, чтобы сделать скриншот, надо как-то посимпатичнее, что ли. Я думаю, все равно все сделают такие, знаешь, такие. Смотрите, хочу показать. Классная. Хотя там взор сплошной. Сплошной взор, но вообще вот это я вот специально ее такое одела, морковь, и грамма, по-моему, посленовых, а нет, баклажанчик посетил. До всяких подготовки чувствуется. Вот, я готовила сегодняшний эфир. В общем, давайте я делаю красивый ракурс, делайте скриншот, подписывайте Баусу Янки Наталье Жукову и какой-нибудь инсайт о том, что вам... О, Наташа, как раз я 30 секунд осталась. Мы с вами прощаемся. Выкладывайте ваши сторис. Наташа, может быть, и на марафоне встретимся. Я бы еще раз какую-нибудь ситуацию. Знаешь, я бы с удовольствием. С удовольствием. Давай. Все, пишите в сторис, пишите в директ. Пока-пока. Люблю, до встречи на марафоне. Спасибо тебе. Редактор субтитров А. Продолжение следует...